Всем привет, с вами Ништярики, я решил сделать небольшой обзор на оружие FNP90, его также еще называть немного по-другому, а именно читер варфейса, то есть петух. Но поскольку разницы я не вижу, поэтому это оружие можно называть и так и так. И как я понял, это оружие называют петухом, потому что оно внешне похоже на петуха, вот сами сравните. Согласитесь, сходство значительное, но каким данное оружие является в военных условиях и что оно может нам продемонстрировать, сейчас об этом мы и поговорим. И перед началом подробного разбора я бы хотел задать один вопрос. Я уверен, некоторые из вас этого могли не замечать, но что это блин за изолента на прикладе оружия? Его что, с производства дали криворукому солдату, который уронил его, а затем его восстановили с помощью самой надежной в мире вещью, а именно изолентой, которая может подчинить все. А если этот предмет с помощью изоленты не чинится, то либо изоленты мало, либо этот предмет не годится восстановлению. Логично, неправда ли? Ну да ладно, проехали. Ну что ж, приступим. Урон данного оружия составляет 60 единиц. 60, блин, единиц урона в 2019 году в варфейсе. Все, это оружие можно отправлять на помойку прямиком. Оно дает уже о себе знать. Но вот что может П-90 сделать в варфейсе 2019 года, где уже куча имбалансных оружий и брони господствуют в игре? Да ничего. Ну разве что может поклевать игроков, чтобы дать знать о своем существовании. Дальность у данного оружия составляет 8,5 единиц. Ну думаю, для пистолет-пулемета это нормально. Темп стрельбы составляет 900 единиц. Это уже намного лучше. Немногие пистолеты-пулеметы могут похвастаться такой скорострельностью. Кстати говоря, у Ziprock такая же скорострельность, как и у петуха. То есть 900 единиц. Но от того, что у петуха темп стрельбы составляет 900 единиц, от этого он мусором быть не перестает. Точность прицеля у данного оружия составляет 31 единицу. А точность от бедра 20 единиц. Ну думаю, в принципе пойдет. В обойме у данного оружия целых 50 патронов. Это уже намного лучше. И думаю, за счет 50-патронной обоймы и темпа стрельбы в 900 единиц, это оружие может компенсировать недостаток, связанный с уроном в 60 единиц. Хотя я думаю, все равно петух надо срочно апать. Хотя смысла нет, все равно все играют с крисами. Еще хотелось бы узнать, что это, блин, за башня у B90. Если поставить на мушку прицел, то получается реально какая-то огромная вышка, которая находится напротив моего дома. И, кстати, раз уж оружие называют петухом, то при стрельбе вы можете слышать характерные для петуха звуки. И, пожалуй, самый распространенный звук, который вы можете услышать. Спасибо дминам, собрал золотой АЕС-308 на этом сайте varonov.binog Ну а я надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Ну а я на этом заканчиваю, с вами Батюш Терек. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok